Библейский портал экзегет.ру представляет 56-й псалом в переводе российского библейского общества читает для библейского портала экзегет. Переводчик был Михаил Селезнев. Этот псалом продолжает тему предшествующих 50-х и, как часто бывает, немножко другим боком ее поворачивает. Но сначала прочитаем его заглавие. Начальнику хора напев «Аль-Ташхет», буквально «Не губи». И следующие два псаломат будут иметь такое же написание. «Стихотворение Давида сложено, когда он бежал от Саула в пещеру». Ну, что конкретно имеется в виду, сказать немножко трудно. По крайней мере, два эпизода описанных в книгах царств, где он скрывается от царя Саула в пещере и что-то там вот просто пытается каким-то образом выжить, да, вот грубо говоря. Саул его преследует, хочет убить. И, в общем, у Давида есть основания опасаться, что так оно и случится. Но предыдущие псалмы, они были примерно о том же самом, просьба о спасении от врагов, но они больше, может быть, сосредоточены были на том, что Господь может спасти, на том, что вот преследуют и так далее. Вот 56-й чуть-чуть по-другому поворачивает эту же тему. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, у Тебя ищет убежище душа моя, под сенью крыл Твоих укрываюсь я, пока не пройдет беда. Я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, который добр ко мне. Он пошлет помощь с небес, меня спасет, посрамит преследователей моих музыка и пошлет Бог милость и истину свою. Душа моя среди львов, я среди хищников-людоедов, их зубы копья и стрелы, их язык острый меч. Будь превознесен, Боже, выше небеса, над всей землей да будет слава Твоя». Раскинули сети для ног моих, и поникла душа моя. На пути моем выкопали яму, да только сами в нее и упали музыка. Твердое сердце мое, Боже, твердое сердце мое, буду петь, слагать песнопения. Пробудись же, душа моя, пробудитесь, арфы и лиры, я разбужу рассвет. Среди народов прославлю Тебя, Господь, среди всех племен Тебя воспою. Велика милость Твоя до небес, верность Твоя до облаков. Будь превознесен, Боже, выше небеса, и над всей землей да будет слава Твоя. Ну вот смотрите, в чем отличие от предшествующих псалмов? А здесь гораздо больше говорится о Боге, чем о его отчаянии или его преследователях. И вот об этом нежном таком каком-то отношении. Я вызываю к Всевышнему, который добр ко мне. Под сенью крыл Твоих укрываюсь. Я такой образ, знаете, курицы на сетке, которые цыплят накрывают крыльями. В принципе, многие птицы так делают, но мы чаще видим курчьем, орлов, поэтому я сказал про курицу. И тут же душа моя среди львов, среди хищников, людоедов. И вот именно этот образ такого детеныша, который прибегает к своей матери, вот это душа Давида, которая прибегает к Богу. Более того, вот то, что он такой здесь в образе зверя. Раскинули сети для ног моих. Ну как вот ловят, опять-таки, птицы там раскидывают эту сеть, и птичка запутывается своими лапками, ее можно потом схватить. На пути моем выкопали яму, тоже как на медведя, на льва какого-нибудь, копают яму, чтобы он туда упал. Да только сами в нее и упали. Кстати, русская поговорка «не вырой другому яму», она вот ровно отсюда, из этого псалма. И вот, смотрите, вот он себя видит таким загнанным зверем, такой птичкой, на которую охотится и Бога, как вот маму этого зверя, который его приголубит. И тут же, смотрите, вот, казалось бы, такой совсем, ну, примитивный образ, да, вот такой прямо из мира дикой природы. И тут же твердо сердце мое Божье, твердо сердце мое, да где ж твердо, когда только что он трепетал от ужаса? «Пробудись же, душа моя, пробудитесь, арфы и лиры, и я разбужу рассвет». А тут он уже рассвета повелевает, да, рассветом. Здесь он уже не загнанный зверь, здесь он уже чуть ли не властелин вселенной. «Среди народов прославлю тебя, Господь, среди всех племен тебя воспою». А это он уже у него под крыльями. Да, вот этот псалом, он сам по себе иллюстрация к тому, о чем он просит. «Велика милость твоя до небес, верность твоя до облаков». Верность, ну, здесь это, конечно, не просто верность, но это деятельная некоторая верность присутствия Бога в жизни. «Праведненько, будь превознесен, Боже, выше небеса над всей землей, да будет слава твоя». И вот этот псалом, который начинается как просьба, завершается таким прямо вселенским словословием, таким великим прославлением Бога, который все это ему дает. Ну, а в 57-м будет еще немножечко необычный поворот этой самой темы гонителей несправедливых и того, как Господь рано или поздно защитит от них. Субтитры создавал DimaTorzok